АГЕ-2500 и 3500 АГЕ-2500D может быть запущен как вручную, так и с помощью электростартера. Номинальная мощность генераторов составляет 2,2 кВт, максимальная – 2,2 и 2,8 кВт. Такой запас мощности позволяет в случае сбоев в энергоснабжении обеспечить освещение загородного дома, а также работу основных бытовых приборов. Например, электрического чайника, холодильника, обогревателя и прочего. На аппаратах установлен одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов. Данная особенность конструкции делает моторы долговечнее, снижает расход масла на угар, экономит топливо, облегчает пуск двигателя и делает его работу значительно тише. Низкий уровень шума, всего 65 дБ, позволяет использовать генераторы в непосредственной близости от жилых помещений. Чугунная гильза блока цилиндров увеличивает износостойкость узла и продлевает срок его службы. Двигатели, установленные на генераторах, являются аналогами знаменитых моторов Honda GX200 и GX240. Они сочетают в себе легендарную надежность и демократичную стоимость. Система контроля уровня масла не допустит повреждения двигателя при низком уровне смазки в картере. Бывает, что покупатели техники жалуются, генератор отказывается заводиться или глохнет после нескольких секунд работы. В случае возникновения такой ситуации, прежде чем обращаться в сервис, проверьте уровень масла. Возможно, проблема с пуском вызвана низким уровнем смазки. Обратите внимание, картеры двигателей не заправлены. Перед первым пуском следует залить в горловину 0,65 литра машинного масла для четырехтактных бензиновых двигателей. Смазку следует добавлять до момента появления масла в заправочной горловине. Охлаждение двигателя во время работы происходит за счет нагнетаемого воздуха. Увеличенная площадь воздушного фильтра позволяет реже проводить техобслуживание, а также не беспокоиться о достаточном объеме воздуха для стабильной работы. Заправлять аппараты можно 92-м или 95-м бензином. Бака в 15 литров хватает на 13 часов работы. На баке аппарата установлен индикатор уровня топлива. Он напомнит оператору о необходимости очередной заправки. Сухой вес аппаратов 45, 49 и 51 килограмм. Чтобы запустить генератор, потребуется выполнить несложную последовательность действий. Перед пуском нужно вынуть вилки потребителей из розеток генератора. Выключить прерыватель цепи переменного тока. Открыть топливный кран. При пуске холодного двигателя следует перевести воздушную заслонку в положение close. Если вы осуществляете пуск прогретого двигателя, заслонку закрывать не нужно. Далее следует аккуратно потянуть за рукоятку до появления небольшого сопротивления, после чего нужно резко выдернуть шнур. Двигатель должен запуститься. После нескольких секунд стабильной работы аппарата на холостых оборотах следует перевести ручку воздушной заслонки в положение open. При пуске аппарата, оснащенного электростартером, следует повторить 4 первых шага, а затем повернуть ключ зажигания по часовой стрелке в положение start. К сильным сторонам генераторов Aurora можно отнести автоматический стабилизатор напряжения или блок AVR и медную обмотку ротора и статора аппаратов. Блок AVR предназначен для стабилизации выходного напряжения при изменении оборотов двигателя. Данный блок обеспечивает ровный ток на выходе без скачков и просадок, что позволяет запитать от генератора не только простых потребителей, вроде ламп освещения или обогревателей, но и бытовую технику, например, телевизоры или холодильники. Медная обмотка генератора позволяет улучшить прочностные характеристики ротора и статора и продлить срок их службы. Медь по сравнению с алюминием обладает меньшим сопротивлением, меньшей теплопроводностью и лучшими показателями токопроводимости. Это значит, что во время работы генератор с медными обмотками будет греться гораздо меньше. Также медь обладает большей стойкостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, высокой температуре, влажности или запыленности. Генератор с медной обмоткой в сравнении с алюминиевыми конкурентами прослужит вам гораздо дольше. Внимание! Общая мощность потребителя энергии не должна превышать максимальную мощность генератора. В противном случае срок службы аппарата может значительно сократиться. Продолжительная работа устройства возможна исключительно при нагрузке не более 80% от максимальной. Покупатель должен помнить о циклах работы и пауз генератора. Так, при работе с номинальной мощностью аппарат сможет непрерывно снабжать потребителей током на протяжении 6-8 часов, после чего нужно будет сделать перерыв от получаса до часа. С максимальной мощностью аппарат может работать не более часа, после чего также следует сделать паузу. Нужно понимать, что бензиновые генераторы с воздушным охлаждением не предназначены для непрерывной работы, поэтому стоит внимательно отнестись к циклу работы и пауз генератора. Соблюдение рекомендаций значительно продлит срок службы устройства. Подписывайтесь на наш канал, будем рады видеть вас в наших дилерских центрах.